Это реальное время. Финам.ФМ. У микрофона Юрия Пранько. Добрый вечер, господа. Напомню средство коммуникации, которое вам точно сегодня понадобится, потому как у нас очень интересные гости и крайне важная тема. 65 10 99 6, код Москвы 495, номер многоканального телефона. Финам.ФМ. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же уже сейчас идет прямая веб-трансляция. То есть моего гостя вы увидите. Я не лечу этому человеку, но я всегда рад встретиться с Натальей Зубаревич, директором региональной программы Независимого института социальной политики в реальном времени. Наталья Васильевна, вечер добрый. Добрый вечер. И тема-то у нас будет действительно очень серьезная региональная политика федеральных властей на примере Северного Кавказа. Вот так я ее предложил обсудить Наталье Васильевне. Я вижу, как в Твиттере, кстати, я подключил свой личный аккаунт в Твиттере, туда тоже можно писать, как вы все обращаете мое внимание на события, произошедшие в Кемерово. Я понимаю, почему вы обращаете наше внимание на вот то поведение, в частности, Павел Павлов в Твиттере пишет. Юрий, обратите внимание на бессовестное поведение гостей из гор в моей области. Я вам процитировал это Твиттере, и дальше идет гиперссылка на ленту рук, где сообщается о том, о чем сегодня говорят все, в том числе и наши службы информации. Ну, давайте начнем разбирать по полкам, и, может быть, действительно дойдем, почему же такое происходит в российских регионах. Наталья Васильевна, первый мой вопрос. Он не прозаический, он практически. У федеральной власти есть реальная политика, региональная политика на Северном Кавказе? У федеральной власти, как-то неудивительно, есть цельная региональная политика. В этой политике, ну, скажем так, три приоритета. Приоритет номер раз, и по деньгам он самый главный. Это политические пиар-проекты, которые надо сажать в какие-то места и финансировать вот по полной. Соответственно, все эти места знают, только что закончился Владивосток в качестве этого места. Это следующий Сочи. Не приведи Господь, потом их сделается восемь или девять, и это будет чемпионат мира по футболу. Вот политический пиар через вот такие региональные, привязку больших событий к каким-то регионам есть. Вторая политика, совершенно точная, это политика страха за окраины. А окраин две. Это почти весь Дальний Восток, особенно южная его часть, граничащая с Китаем, большой Китай и малонаселенная Россия. И уже в гораздо меньшей степени отурванный запад, то есть Калининградская область. Вот это территории тоже повышенного внимания, а Дальний Восток еще и в последние два года очень-очень повышенного финансирования. И, наконец, вместо третьей, о котором говорят больше всего, что меня, честно говоря, удивляет, потому что по деньгам, по вниманию реальному, оно именно на третьей позиции. Это наш Северный Кавказ, где стреляют. Вот и вся региональная политика, предельно прагматичная. То есть говорить о том, что это недалекие люди не приходят? Нет. Все выведено? Но она никак не нацелена на развитие. А что она нацелена? Она нацелена на удержание. На удержание рубежей, границ, какого-то своего имиджа крутых. Вот на что она. У людей очень четкие приоритеты наверху. И вот крутизна это один из председаний? Конечно, конечно. Не ум, не интеллект? Ну, мы крутые. А мы крутые, понятно. А мост на остров Русский, а этого... Вантовый, да. Да. С мета которого просто взлетела практически на высоту. А зачем строили, тоже не ясно. Потому что все на берегу обошлось бы не в разы, а на порядок дешевле. Но мы же крутые. Но вот эта крутая политика, насколько я понимаю, она дорогая, да? Она супердорогая. И, к сожалению, не очень эффективная. Можете проиллюстрировать? Ну, пожалуйста. Вот мы все говорим, что очень много денег вкладывается в Северный Кавказ. Знают ли, уважаемые слушатели, что объем трансфертов в Дальнем Востоке больше? Больше? Больше, конечно. На Северный Кавказ уходят, в республики, уходят примерно 10% всех трансфертов. То есть это безвозмездные перечисления, передаваемые... Слушатели Финамо ФМ понимают, Наталья Васильевна, конечно. А на Дальний Восток 12%. И поддерживают Якутию практически не меньше, чем Чечню. Просто об этом никто не знает и не говорит. А если говорить об инвестициях, то на весь Северный Кавказ этих инвестиций 3% кот наплакал. А на Дальний Восток уже 8%. Извините, 70 с лишним процентов, если по-честному считать с госкорпорациями, а то и 80%. Это инвестиции государства и окологосударственных структур. Поэтому Дальний Восток дороже. Дороже Северного Кавказа. Конечно. А почему тогда доминирует именно эта тематика? А потому что Дальневосточные свои. А Кавказские чужие. То есть если вечно называть своими именами? Я очень прямо говорю. А те чужие. Своим ладно. В российском обществе по отношению к Северному Кавказу они чужие? Вот такая формула. Боюсь, что бытовая дистанция... У вас есть хоть какие-то телодвижения по поводу человека с Дальнего Востока, Сибирика, Уральца? Ваш покорный слог, а 30 лет в Якутии прожил? Я прожила на российском севере. Мы понимаем, что есть какие-то небольшие субкультурные различия, но это все в рамках одной культуры. А здесь столкновение культур. Столкновение достаточно сильное, потому что этнокультурная дистанция, так это называется в науке, она достаточно велика. Она складывается из религиозных различий, культурных. У нас одна форма семьи, там еще семья сплоченная, многопоколенная, очень сильная клановая поддержка, что абсолютно типично для обществ более традиционалистской культуры. И плюс к этому другая психофизика, что называется, более эмоциональна. Есть иные правила поведения, то есть понятия гордости, понятия, они сильно отличаются от того, как у нас. И это культурные различия. По уму самое разумное. Это смягчать, привыкать, пытаться одним объяснить про другим, другим про одних, что тем, кто приезжает, ну в общем как надо, у нас как принято. Тем, кто видит приезжающих, что поймите, они что-то адаптируются, постарайтесь лучше помочь, меньше агрессии. Это работа, большая и тяжелая работа. Совсем не получается. В втором, третьем поколении это происходит. В втором, третьем. Конечно, адаптационные вещи это поколенческие вещи. Более того, нередко во втором поколении еще бывают сбрыки. Совсем в другую сторону. Простейший пример. Первые жители Северной Африки, приехавшие во Францию, нашли там работу. Смогли обжиться. Они были благодарны этой стране. Потому что они не чувствовали до конца себя ее гражданами. Ты бывшая алжирцы, да? Да. А их дети, которые уже французы, и у которых есть четкое понимание, что им должны вот эти дети, и составили вот ту самую волну, с которой сейчас так трудно справиться. Вот это второе поколение. Потому что адаптировались они еще в алжирских семьях. Социализация-то там была. А претензии, потребности уже как у нормального французского гражданина. А социальные лифты хуже. А образование хуже. Вот это второе поколение, оно самое такое тяжелое. Менее конкурентное. Да. Третье поколение, если не происходит геттоизации. Вот самое страшное слово это геттоизация. То есть когда... А теперь по-русски. А теперь по-русски. Это значит, когда субкультура замыкается внутри себя. Не коммуницирует с другими. И тогда хорошего мало. Здесь, в России... Что сейчас? В России пока этого... Ну, минимум-миниморум. Потому что, к счастью, у нас нет... И не должно быть... Этому надо всячески противодействовать. В территориальных анклавах, заселенных одним этносом. Ну, например, какие-то округа Москвы, да, или там кварталы Москвы, этнические... Ну, чайна-тауна. Говорят, что это уже есть, на самом деле. Начинается. Это происходит, это связано с рынком жилья. Как исследует моя коллега Ольга Вендина. На востоке, на северо-востоке, на юго-востоке, вот в этих зонах окраинных. Да, я понимаю. На юго-восточных вырезках из Москвы, вот, которые замка Адам, где жилье дешевле, где среда городская менее престижна, там скупают больше. Это так. То есть проблема понаехали, она будет понарастающей. Это зависит, а, от экономики, прежде всего. Потому что до тех пор, пока такой дифференциал между уровнем жизни, возможностью заработать в Москве и в регионах, да, этот мотор, экономический мотор, действует бесперебойно. Это надо очень четко понимать. То есть, ты можешь 125 раз сказать, я запрещаю. Но есть законы, которые власти не подчиняются. Первое. Граждан одной страны остановить нельзя. Это полнейшее нарушение Конституции. Второе. Работы на Северном Кавказе нету. Вот просто нету. А людям надо кормить семьи. А детям хочется получать образование, дающее больше шансов на работу. Поэтому, вы знаете, запрет — это самое глупое. Тем более к собственным согражданам, что можно пропагандировать. Татьяна Васильевна, вы простите меня, но подобные глупости я слышу от господина президента и от господина премьера. Ну, во-первых, мы их слышим на улице. В огромном количестве. Они ретранслируют. Это политики. Это политики, которые в своем послании говорят одно, если вы почитаете статью по национальному вопросу накануне, когда излагалась президентская программа. В нужном месте в телевизоре говорят другое. Они прекрасно понимают, что надо держать этот баланс политического влияния. Одновременно я и с народом, с другой стороны, я понимаю, что... Это полная глупость. Типа гарант конституции, вот скажем так. Ключевое слово типа. Тяжелейшая проблема. Вы знаете, вот самое главное. Первое, у него нет простого и хорошего решения. Это надо очень четко понимать. Второе, любое повышение градуса озлобления с обеих сторон, эту проблему делает в квадрате более тяжелой. Третье, любые формы коммуникации. Искать, разговаривать. Четвертое, можете мягко, мягко объяснить, что вот, пожалуйста, не надо так. Как люди понимают, да, вот как бы нет изначально у большинства желания насолить. Продолжим наше общение с Натальей Зубаревичем на крайне важную тему, в том числе и с вашим участием после выпуска новостей. 19 часов 18 минут. Наталья Зубаревича сегодня у нас в реальном временном Финам-ФМ. Мы обсуждаем региональную политику в России. Хочу всем напомнить, что речь идет о гражданах одной страны. Я вот вижу письма, да, которые вы отправляете. Зачем нам нужны эти мигранты и так далее. Это не мигранты. Это граждане Российской Федерации. Вот нравится нам это с вами или не нравится, да? В конце концов, Первую и Вторую Чеченскую войну мы ради чего проводили-то? Ну, давайте так вот, по-честному, да, сами себе отвечать на поставленные вопросы. Я ни в коем случае не собираюсь никого защищать, и уж тем более защищать подонков. Но я здесь согласен с Натальей Васильевной, которая говорит, что любой эмоциональный всплеск сразу переводит ситуацию во вторую, в третью, в четвертую степень. В четвертую, в абсолютную степень. И тогда вот эти проблемы, да, созданные рукотворно, хочу заметить, героически, потом придется преодолевать. Наталья Васильевна, вот на самом деле ведь общество на ура поднимет вот просто на щит человека, который скажет, и дальше по полной программе. В Москве почему ксенофобия выше, чем в среднем по России? Ну, вот что это? Это, я вам скажу, это неизбежный этап. Его надо пережить. Его надо пережить по возможности умно. И что, я не очень понимаю, как сделать в нынешних условиях и при нынешней системе управления. И его надо пережить грамотно. Ну вот начнем просто с того, что люди, как правило, не понимают очень простых вещей. Вот этот лозунг «хватит кормить Кавказ», да, я все время говорю, может, хватит кормить Москву, и привожу цифры, сколько Москва в виде ренты забирает со всей страны. И сразу соглашаются, даже москвичи, потому что цифры чудовищные. Но даже о самом Кавказе. Знаете ли вы, уважаемые слушатели, что вот если взять то, что передается из федерального центра республикам Северного Кавказа, то получают совсем, в общем, понемногу, почти все, за исключением одной единственной особой республики. Это республика Чечня. У остальных, если просто сравнить, сколько на душу приходится бюджетных расходов, то ситуация получается чуть хуже или на уровне средней и менее развитых российских областей, русских областей. То есть федеральный бюджет просто подтягивает... Он просто подтягивает до сколь-нибудь приемлемого уровня вот этот объем расходов, чтобы люди могли получать те социальные услуги, которые государство обязано давать. Поэтому в большинстве республик Северного Кавказа тратятся в основном эти бюджеты социальные до 25-27% на образование. А что, не надо образовывать? Что, мы решили, что дикие горцы будут вот такими всю жизнь? Если вы не хотите этих странностей на московских улицах, вы же должны понимать, что мы вкладываться в образование обязаны. Что-то гораздо меньше в здравоохранении, более-менее умеренно в соцполитику. Есть выверты. Вот фантастический выверт – это Чечня. Потому что вот республики остальные, ну, чтобы было понятно, в 2011 году на год, на душу, 29, 25, 30, ну, в Ингушетии чуть больше 40 тысяч рублей на год в бюджете. В Чечне 64, сразу. Это выше среднероссийской душевой бюджетной обеспеченности процентов на 20. Ну, кто очень занервничал, скажу, что в Москве 122. Это я так сразу, да? Наша ответа Чемберлина. Да, вот чтобы все понимали, где, не между русскими регионными областями, да, краями и Кавказскими республиками разлом. Разлом между Москвой и остальной Россией. Теперь дальше. На что эти деньги тратятся? Все тратят, ну, более-менее пристойно. Другое дело. Доходят ли эти деньги до конечной услуги? Сколько попилено на по дороге? Что реально получил? Учитель, школа, больница? И здесь масса вопросов, конечно. Никто не будет скрывать, что качество предоставления услуг, да, и дисциплина финансирования. Я здесь соглашусь, потому что мы какие-то странные, да, то есть живя, допустим, в русских регионах, мы договорились с такой терминологией пользоваться. Пусть не очень прилично, да, но пусть так. Но никто не оскорбляется в этой ситуации, да. Регионах с преобладанием русского населения. Да, ну, это вот уже пошла наша политкорректность, да. Вот мы предъявляем там эти такие неправильные дела, там госуслуги неправильно оказываются, там чиновники берут взятки, здесь чиновники. Слушайте, а вот в связи с чем? Я задаю риторический вопрос, да, регионы Северного Кавказа должны, почему они должны отличаться? Не отличаются. Ну, вот почему они должны? Я как-то читал, я, кстати, у меня сложное отношение к Кадырову, да, к младшему. Вот я как-то читал с ним интервью и поймал себя на мысли, может быть, он прав. Знаете, Наталья Васильевна, Рамзан Кадыров заявил, я просто год не могу сейчас вспомнить, а это имеет, конечно, очень серьезное значение, что до 70% выделяемых финансовых ресурсов не выходит за пределы Садового кольца, на самом деле. Откат? Я не знаю, кто из них лжет, кто из них говорит правду, да, но я допускаю, что 70% не 70%, но, по всей видимости, что-то действительно остается в пределах не то, что МКАДа, а Садового кольца. Мой ответ такой, когда шли проекты по восстановлению Чечни, ситуация, ну, я не думаю, что 70%, но 50-50 она была, потому что это были инвестпроекты и пилить там гораздо легче, чем пилиться бюджет, так? По отношению к бюджетным деньгам. Я бы задала сама вопросу господину Кадырову. Он очень умно ведет бюджетную политику, он держит расходы на основные социальные цели на уровне среднероссийских. Хотя его бюджет выше по душевому исполнению, чем среднероссийский. Но на фоне других кавказских республик у него гораздо меньше доля расходов на образование, он не заморачивается, да? Меньше доля расходов на здравоохранение, на соцполитику он вообще как-то так не сильно, но зато у него шикарные расходы на физкультуру и спорт. 7% немаленького бюджета Чечни, ну с физкультурой мы как бы немножко расслабились, идет на тот спорт, который называется команда Терек. Разница только в том, что в Дагестане этот спорт финансируется из кармана одного человека, и он не госслужащий, да, его фамилия Керимов. А здесь все по-простому. Нам нужен боевой дух, да? Ну получается, он честнее поступает. Нельзя, он не имеет права это делать, он это делает. А он это делает? А потому что... А где вот наши все доблестные контрольные органы? Ну, я бы затруднилась сказать, где они. Я думаю, в пределах того садового кольца, о котором вы говорите. Потом, слушайте, ну в Чечне идет восстановление, что-то построили, да? Но тратить каждый шестой рубль на ЖКХ в России уже неприлично. Это вообще-то южная территория. Сезон отопления там, скажем, ну сильно недлинный. Каждый шестой рубль? Каждый шестой рубль. Ну вот это Пилилова, это такое хорошее, спокойное, правильное Пилилова. И много вопросов. Но главный вопрос не в этом. Главный вопрос вот в чем. Когда федеральные власти в 2010 году порешали, что ну уже так нельзя, что немножечко, немножечко сбросили трансферты. Они вместо, вот чтобы уважаемые слушатели поняли разницу, вместо 59 миллиардов рублей дали 56. Обидели на 3 миллиарда. Расходы на здравоохранение Чечни, на соцполитику рухнули на 20-15%. Расходы на нациоэкономику, из которых, в общем-то, инвестиционная деятельность бюджета осуществляется, на треть. Вы нам не додали? А как мы будем свой откат иметь? Он же должен понарастающий. Вот это страшно. Потому что это государство в государстве. В остальных республиках, ну худо-бедно, хоть внешние приличия как-то соблюдаются. Вот я считаю, что Чечня это экстремальный случай. И понятно, что мы сделать ничего не можем. Но я считаю, что мы должны об этом говорить. Потому что тогда люди будут четко понимать, что основная часть денег все-таки идет в одно место, и это место тратит их очень странным образом. В других местах, а, денег меньше, и, б, там просто несколько больше воруют, чем в остальной Российской Федерации. Вы же понимаете, что пока тело не отмыто, пятку или ухо отмыть нельзя. Тем более пятку, потому что она ближе к земле. Это правда. Вот теперь, слушатели Финамо-ФМ, вы понимаете, почему я дорожу каждой встрече с Натальей Зубаревичем? Это феерический эксперт, который... Вот впервые, кстати, Наталья Васильевна почему-то патетику применила. Обычно там так, Рубилова, да, цифра на цифре, цифра на цифре. И никаких эмоций. Но вот вы сказали то, что мы ничего не можем изменить, да? Да, потому что это некий общественный договор между двумя режимами, центральным и региональным. И все. А вот закон, простите за романтизм, да, Минфин, межбюджетные взаимоотношения, это как? Там отношения по понятиям. Там нет соблюдения закона, потому что регион, который 7% тратит на физкультуру и спорт, ну это... Я боюсь даже спросить, а в целом-то по стране какой процент? В целом по Российской Федерации 2. 2? 2. Ну 3 бывает. У особо нервных, я имею в виду Московскую область, которая всю свою арену, химки, да, у них аж до 4 доходит. При долгах, которые были когда-то в 200 с лишним миллиардов, все равно сохранялся. То есть, вы знаете, Чечня не одна. До этого футбольная команда Кубани очень была как бы финансируема. Господин Ткачева, да? И до него... Это историческая традиция. А пока не появился Керимов, это называлось финансированием борцов в Дагестане. То есть все все знали? Конечно. Потом это дело... Нет, разница в том, что это все-таки сглаживалось. В Московской области пока нет, но Шойгу пришел, вот что-то... Это Громовское наследие, конечно. Я надеюсь, что такого уже не будет при долгах области. Ну, нельзя тратиться на профессиональные футбольные, там, прочие команды вот в таких масштабах. Хотя почему нельзя? Если на саммит можно, если на Олимпиаду можно. Почему нельзя-то? С кем же я тут общался? А, я общался с представителем комитета Совета Федерации по бюджету господину Бушминову. Далья Васильевна, замечу, председателем профильного комитета Сената, который отвечает за финансы. Я говорю, вы мне можете объяснить, как у вас сметы могут в разы возрастать? То есть где у вас бюджет? Как это все проходит? Как это финансируется? Ну, строительство — это стандартный случай. Строительство на 3,40%. Он сказал, сметы еще по саммиту АТЭС не вошли в финальную стадию. Они еще идут. То есть еще не оплатили все работы. И это мне заявляет председатель Сенатского комитета. То есть вот это как раз по понятиям действительно. Ну, есть такое. Вы знаете, я как бы так сказала. Вот если мы чуть более трезво смотрели на то, что происходит в стране, не так покупаясь на образ внутренних врагов. Это очень просто. Понимаете? Вот есть вот эти люди, от них все беды, не будет этих людей. И что? Ну да, стрельба на Тверской — это шокирующая вещь. Но это просто нормальная работа милиции и не 100-рублевые штрафы. Понимаете? Есть вещи, которые вполне можно быстро объяснить. Можно. Даже если люди на Майбахах. Но вот, к сожалению, не получается. И тогда обыватель ощущает себя беззащитным перед чужими, непонятными и, как он считает, очень богатыми. Он видит тот верхний слой элитный, о котором мы уже устали об этом говорить, что республики другие. Сюда, в Москву, приезжают два типа людей. Первое — вот это дети или взрослые из элиты, которые здесь получают, вернее, покупают образование, проводят время и позиционируют себя вот как властителей мира. Вторые люди... Нет, ну с чего мы начали? Мы крутые. Извините, если вы крутые, то почему мы не должны быть крутыми? И еще группа людей, которые просто ищут работу. Но чтобы выжить, они в ксенофобской среде, то, что называется, на сленге кучкуются. Они опираются на свои кланы и группы. Внутри клана группы, понимая внешнюю, видя внешнюю агрессию, они как бы тоже отвечают агрессии. Кто первый перервет, я не знаю. Культура. Ну вот это тупые же вещи. Я банальность... Нет, это очень важные, как мне представляются вещи, на самом деле. Наталья Зубаревич, в реальном времени, краткий выпуск новостей и продолжение нашего разговора. 19.33. Реальное время. Финам.фм. Меня зовут Юрий Проньков. В гостях у нас с вами сегодня Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики. Ваши письма на финам.фм. Можно писать и в мой личный аккаунт в Твиттере, а также многоканальный телефон 65, 10, 99, 6, код Москвы 495. Вот все-таки не о банальностях. Вот вы говорите, это тупые такие банальные вещи, там культура, диалог и так далее. Но вот смотрите, и тут же на нас с вами нападают. Петр пишет, надо пережить, вопросительный знак. А как должны пережить те, кто получил по лицу в Кемерово? А как должны пережить те, рядом с кем они селятся? К примеру, в той же Ростовской области. Похоже, кто там не рядом с подобными не оказывается никогда, ни тем более по лицу в своей жизни никогда не получал, раз пережить призывают. Ну, жесткие слова, действительно, я не получала. Не было случая, хотя бывало в этих республиках. И я понимаю, что тут обоюдно. Люди, оказавшись в чужой среде, демонстрируют вот эту вот крутость и нарываются на ответные, малоприятные для них последствия, и начинается взаимное, вот такое месиловое. Я же призываю только к одному, но снисти градус агрессии, и ксенофобии. В современном российском обществе это пустые призывы. В современном российском обществе идет поиск врага, любого внутреннего, внешнего. Вот сегодня я действительно говорю несколько повышенно эмоционально, потому что я это шкуркой чувствую. Садишься в автобус, женщины говорят вот в голос, о понаехавших и так далее. Это основная тема для разговоров. И это означает, что страна и ее жители, которые чувствуют себя крайне некомфортно, канализируют это неудовольствие в самых простых направлениях. Во власть сложнее, проще найти тех, вот эту грушу для битья, а груша сама рада подставиться, это мы говорим, что груша ведет себя, ну, мягко говоря, не очень культурным, потому что у нее другие представления о том, как надо себя вести. И вот это вот. Вот здесь, почему я говорю, надо пережить? Потому что я не понимаю сейчас, в данный момент, и в нашей стране, я не вижу ни одного вменяемого инструмента для того, чтобы этот градус снизить. Функции эти по, то, что называется, оккультурации, да, приехавших, выполняет, как правило, система образования. Она эти функции выполняет сейчас очень плохо. Второе, это культура. Без комментариев, да. Третье, это соседские, общинные отношения, вот система соседства, да, вот короткий локоть. Вы знаете, этого человека, он нормальный, да, он там дагестанец, там, не знаю, кто-то, но он ваш сосед, якут, да ради бога, да. Вы видите, что люди нормальные. Вот. Ни один, и четвертое, извините меня, это государственная политика. Она и в культуре, она и в образовании, она и в каких-то медийных вещах, что важно, потому что сам по себе человек биологически устроен так, свой-чужой. Вот это у нас, эти архетипы, они на подкорке. Общество снижает градус вот этих вот плохо контролируемых инстинктов. Это инстинкты, да. В общем, да. Свой-чужой это система развлечения. Она работает всегда. Тут я заползаю на поле психологов, мне не очень хочется, не будучи профессионалом, туда лезть, но это какие-то аксиоматические вещи. Вот если вы это понимаете, то дальше вы начинаете говорить, так, нам не нравится это. Что сделано властью, сообществом, мною, это же вопрос вообще не стоит, мною, для того, чтобы этот градус снизить. Поговорили ли, объяснили. Ну, понимаете, как бы это сказать, вот в МГУ этого нет, хотя там ребята кавказские учатся, у меня на факультете этого нет. Там как-то среда по-другому реагирует. Я не знаю, почему. Но еще и, конечно, важный момент. Те, кто приезжают сюда, как правило, обеспеченнее, ну, так я аккуратно выражаюсь, есть привычка кичится. И это, конечно, жестоко раздражает. Хотя тут же летают майбухи со славянскими физиономиями и прочими. Но почему-то физиономия с другим абрисом вызывает гораздо большее внимание. Господин Путин, Наталья Васильевна, сожалеет о том, что никто до сих пор не придумал нечто подобное, как социум под названием советский народ. Это практически его прямая цитата. Я, безусловно, недословно, но примерно об этом говорил господин президент, заявив, что вот было бы хорошо, если бы кто-нибудь что-то придумал. Вы будете смеяться, но я тут с ним соглашусь. Только я слово советский народ заменю стандартным словосочетанием из этнологии и этнополитологии. Гражданская нация. Абсолютно. Гражданская нация это где люди граждане одной страны. Я тоже не понимаю, почему Путин не может говорить нормальному языку. Не, не может. Потому что он говорит тем, кто его понять должен. Они не понимают слов гражданской нации, потому что нация в российской, советской и прочих традициях это нация по крови. А гражданская нация это по стране проживания. Этого у нас. Вот с попытками СССР было немножко, но забылось. А по крови так понятно. Советский народ. Он просто перев, он же гениально умеет выдавать в массу так, чтобы масса поняла. Он нашел именно те слова. Умные поморщились, образованные так улыбнулись, а обыватель понял. Да, тогда же не было такого. Тогда же было все мягче. Ну хорошо, он ностальгирует, но получается, что он сам не может ничего предложить. А в стране, в которой не работают ненормальные каналы просвещения, культуры, где... Лифтовое хозяйство одним словом. Раз, да. Все социальные лифты не работают. Они идут только через элиты, лояльность и умение встраиваться в кланы. Понимаете? Клановость везде приводит к тому, что проблемы вот этой этнокультурной дистанции дико усугубляются. Ты в клан не встроил? Ты там, если в Дагестане пошел в лес, потому что тебя обижают, у тебя нет возможности. А здесь, если ты не встроен, ты пошел как бы еще сплачиваться с группой товарищей, которые... Ну, разбой так разбой, да, ну, что-то еще. Поэтому вся система организации общества и власти в России приводит к тому, что проблемы неизбежные, я это подчеркиваю, массовые большие миграции, крупнейшие города с конкуренцией на рынке труда, они всегда обостряют отношения. Всегда. А еще, если есть культурная дистанция... Получается, что, опять-таки, вернусь и процитирую Путина, да, то есть он не просто ностальгирует, он одновременно очень активно предлагал вернуть регистрацию и прописку, да, я уже даже стал забывать это понятие. Это получается не от сладкой жизни. Вы знаете, очень смешно. То есть он начинает уже вот давить на то, что было известно, да. Но давайте тогда вот так начнем пресекать эти попытки переезда. при той милиции, которая у нас есть, регистрирование, не регистрирование. При том администрировании судов и всего. Понимаете, вот я недавно прочла очень умную статью про миграцию Ольги Троицкой. Она говорит, что страны делают разные варианты. Это сейчас говорится о трудовой миграции за границей не суть, да. Вот или они не контролируют вход особенно и не контролируют занятость в стране и как-то рынок оттрихтовывает. Или они и вход контролируют и уже могут имеют возможности контролировать занятость в стране. Как американцы. Визу мексиканец должен получить и там квоты, разрешения, но там инспектор и полицейский это реально контролируют. И та, и та политика возможна. Евросоюз, когда вступили восточные европейцы, центральные европейцы, как политкорректно говорить, да, он же открыл все. Пожалуйста, на рынок в Британии, пожалуйста, ищите рабочие места, но это были достаточно близкие культурные сообщества и все отрихтовалось. Можно и так, и так, нельзя, как у нас. Открыть, то есть безвизовый въезд, а потом пытаться со страшной силой квотами и всякой другой. Героически преодолевать. Героически контролировать. В результате получается то, что получается. Ребята, ну вы как-то вот уже определитесь. Ну это мигранты, а вот собственные граждане страны, то есть нужны просветительские программы. Безусловно. Вот знаете, даже Машук единой России, даже Машук единой России, к Селигеру у меня отношения абсолютно как бы понятные, однозначные. Но вот аналог этого лагеря молодняка Машук есть и такой? Есть и такой. Вот как вы меня сегодня просвещаете. Он собирает, не рассказывали о нем, он собирает молодежь со всего Северного Кавказа и они рядом сидят, они общаются, слава тебе, Господи. Я согласна. Пусть это будет Единая Россия, пусть им впаривают про мировую за кулису, но они сидят потом и между собой общаются. Колоссально не хватает кросс-этнического, кросс-культурного общения. Все это вырождается вот декадой совкового типа. Оно формируется в разных средах. В общагах, если, если это нормальный вуз, у которого есть традиция, происходит сплавление, если это нечто новое за деньги, вот чеченская общага, вот русская общага, туда не ходи, сюда не ходи, морду набьют. Вот нет сред и инструментов и мало кто об этом задумывается. Понимаете, почему? И я их понимаю, почему нет. А потому что в том виде, в каком мы есть, и общество, и система власти. Мы реально ни один инструмент нормально использовать не можем. Я в огромной растерянности. И, уважаемый слушатель, вот я сказала же, придется пережить не потому, что меня не били по лицу. Меня действительно не били по лицу. Но я очень трезво пытаюсь понять, за что сейчас можно ухватиться, чтобы повернуть этот процесс вспять. И в тех условиях, как общество, так и власти, их состояние, я не вижу этой ниточки. Это приговор на самом деле. Это очень страшно. Это очень страшно. Потому что тут есть письма, да, я не буду их цитировать, потому что они достаточно оскорбительные. почему-то считают, что Наталья Забаревича против России настроена, глупость полная. Ну, конечно. Вот. Я даже это не собираюсь обсуждать. Ну, это образ врага. Я такой удобный враг. Мгновенно. Вот посмотрите, уважаемый слушатель, который это написал. Вы же не стали задумываться. Вы не стали понимать, искать возможности. Вы сразу стали клеймить. И я для вас враг. Вот вы поступили ровно так, как вы поступаете с врагом уже не по образу мысли, а по этнической принадлежности. Знаете, я вот чем дальше, тем, чем дальше от прошедших так называемых президентских выборов окончательно начинаю формулировать те претензии, которые у меня есть к Путину. Я не отношусь к тем, кто поддерживает лозунг Путин уходи. Это глупый Путин, абсолютно глупый лозунг, потому что он настраивает и ту, и другую сторону на мордобой. Врагу отсюда. Да. Но. Вот. Он разрушил экономические стимулы. Да. Он разрушил политические стимулы. Да. Самое страшное, что он забрал, у нас право менять ситуацию. Пафосно звучит, но по факту это именно так. Раз в 4 года, раз в 5 лет мы все имеем право изменить ситуацию. Там, с точки зрения политики, да? Если этого не происходит, если так называемое вставание с колен превращается в стабильность, в кавычках, то та напряженка, которая внутри копится, она рано или поздно рванет. Добавлю. Дело в том, что русский этнос, который долго развивался в рамках империи, а потом Советского Союза, не прошел свойственно практически, ну, большинству этносов, европейскую историю, вспомните, да, период национализма. Вот мы сейчас в нем. И уважаемый слушатель, который опять мне это сказал, да, есть национализм малых этносов. Вот сейчас у нас период национализма большого этноса. И как верно говорит Эмиль Паин, он репродуцирует еще один виток национализмов малых этносов. И это вот идет, как белка в колесе, дурная бесконечность. Это закончится, я знаю, что это закончится. Через это проходили европейские страны. Читайте историю, вам полегчает. Но я не уверена, доживу ли я до того, как-то это закончится. Наталья Зубаревич, сегодня в реальном времени у нас очень тяжелый, сложный разговор на важную тему после новостей вашей звонки и письма. 19.49 в российской столице реальное время Финам.фм здесь Наталья Васильевна Зубаревич 651099,6 код Москвы 495 финам.фм это наше средство коммуникации на сайте идет и прямая веб-трансляция. Единственная просьба, вот сейчас я буду выпускать ваши звонки, вы без эмоций. Вот чем подкупает меня госпожа Зубаревич? Вы вот найдите эту зацепку. За что ухватимся? Власть занимается своими делами. Как мы выяснили, весьма прагматично. У них свои цели, у них свои задачи. Общество, ну, я поставлю многоточие, да, потому что я вот сужу по тем же постам в своем блоге. Как только начинаешь обсуждать очень серьезную тему пенсионной реформы, так количество комментариев резко падает, да, посещаемость падает. Ну, неинтересно. Ну, не хотим мы бы, да не рассчитываем мы ни на что, да, вот мне всегда хотелось спросить, на что вы рассчитываете? Мне говорят, на себя. На себя влачить жалкое существование? Существовать а не жить? Ну, ладно. Вот сегодня я искренне написал, я в своем блоге написал, Наталья Васильевна, я устал от посерайта. То есть мерзкий поступок, еще более мерзкое решение суда. Каждый день, каждый день, я правда, я устал. Знаете, я тоже, я тут с вами соглашусь, но я чуть иначе на все это смотрю. Серьезные проблемы жизни похоронены под огромным количеством так называемых информационных поводов. Но это медийная эпоха, когда нет возможности остановиться подумать про себя, про свое отношение к жизни. А есть рефлекторная реакция, а в медиа же все так живут, на сегодняшнее событие. Пройдет неделю, про это никто не вспомнит. Но вот такова жизнь, мне это не нравится. Я просто читаю книжки и 7 лет не смотрю телевизор. То же самое, у меня постоянно... Каждый имеет возможность отрихтовать свое пространство под себя. Я бы согласился. Но это ваша работа. Да, это моя работа, но даже в своей работе я себе позволяю такие праздники жизни. Я когда только приезжаю на работу, тогда я занимаюсь работой. Вот в остальное время у меня книги, дети, жена, и вот знаете, это более приятное времяпрепровождение. Но, то, что мы сегодня с вами обсуждаем, мы за книжками не сможем спрятаться. Это так. Это так. Это так. Вот это важный момент. Родион пишет, я абсолютно согласен относительно нашего русского этноса. Цитирую письма, без редактуры. Еще с древних времен на Руси было нормальное взаимоотношение между всеми национальностями и конфессиями. Неужели русские потеряли то душевное радушие и спокойствие, которым всегда славились? Я попыталась ответить на этот вопрос. Непростые времена это автоматический образ врага. Вот смотрите, и следом за Родионом письмо Ивана. Когда вопрос идет о безопасности себя и своих детей, в такой ситуации решение, это только кондопога, это выживание. Что скажете, Иван? Скажу так, если вы считаете, что основная криминальная составляющая привносится мигрантами, то я не могу с вами согласиться, зная статистику. Дело в том, что по Москве статистика очень веселая. Она называется иногородней. А кто эти иногородни? Почему-то все считают, что 40% иногородних это обязательно выходцы, трудовые мигранты. У нас в статистике московской именно такое понятие. Иногородние, да. И там полно из регионов гастролеров. Поэтому, например, в гастарбайтерской среде уровень криминала не сильно отличается. Жители Кавказа, не знаю, я такой не выделяю статистики. Можно вот сформулировать, в чем риски для вашей безопасности. Если вы считаете, что вот эти люди, приехав в Москву, проблемы с вашей дочерью, с вашим сыном, это надо реально обсуждать. В чем они состоят? Это некие гражданские структуры, которые эту информацию должны обсуждать и доносить до власти. Но надо эту информацию собрать, показать, что этот риск есть. Мы же живем на волне фобий и слухов. Никто не удосужился просто разобраться. Информационных бросов, я бы сейчас сказал. Да. А они манипулируют общественным мнением фатально. Ну, можете, конечно, сейчас нас начнут приводить пример Кемеров. Я понимаю, что вот, что называется, ко встрече моей с Натальей Зубаревичей произошло то, что, кстати, в Кемерово это произошло не вчера и не позавчера. Произошло это вот то ли с шестого. Я сегодня просматривал материалы, то есть это значительно раньше. Но только сегодня правоохранительные органы у нас заинтересовались. В этой связи у меня вопрос к нам, да, вот как, к местным, да, в правоохранительных органах у нас кто работает? Во власти у нас кто работает? Судьи у нас кто? Вы мне тут пишите, значит, по отдельным, конкретным уголовным делам, которые с мягким и дружелюбным, как пишет Алексей из Новокузнецка, значит, с мягким и дружелюбным экстремизмом получил мягкое наказание. Кому претензии? К нему? Или к судье, которая приняла это решение? Ну, вы знаете, конечно, очень многое зависит от власти, без сомнения. В накаленном обществе, ну, вот вы видели сейчас эту историю с, как он, борец или кто-то, да, 20 раз. Я не буду это судить. Вот, как бы, я понимаю, что в раскаленной сковородке шипит все, да. Я просто приглашаю чуть поостыть, попробовать поговорить спокойно. Вопли и крики там раз пять никогда ничего не давали. Вот просто это понять. И быть предельно прагматичным. Вы беспокоитесь за свою дочь. Я не уверена, что это беспокойство кавказское, это беспокойство московское. Потому что детям действительно страшно возвращаться поздно. Устройте вашу жизнь. Вот ваша зона безопасности отчасти зависит от вас. В конце концов, есть, пусть не избранные, но назначенные Собянин. Есть так называемые депутаты Московской городской думы. Есть депутаты муниципальных этих собраний, да? Бесполезно. Вы знаете, вот я понимаю, что в такие экстремальные периоды, да, мы живем в экстремальный период, очень многое зависит от самих людей, как они рихтуют свою жизнь, да, какие подушки безопасности они в семье реализуют. Иваны пишут. Это важно. Когда Кандапога? Нет. Потому что я не думаю... Так, с Кандапогой это то, во-первых, она Кандапога, как говорят местные, суть там бездействия милиции. Это совершенно понятно. Вот там должно быть гражданское активное воздействие. Люди должны думать о своей семье, оберегать ее. И второе, кучковаться, чтобы добиваться нормальных решений. Только гражданская активность должна быть не распни его, да, а заставь органы выполнять свои функции. Прямые. Прямые. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер, Павел. Да, слушаю вас. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить вашу гостью и высказывание мнения. Мне кажется, это мнение смелого человека, который готов признать определенные вещи, которые неприятны другим признавать. А второе, у меня есть вопрос. Абсолютно согласен с тем, что в Европе тоже были социалистические настроения в свое время. И, насколько я помню, они все выплескались в виде каких-то конфликтов, как правило, очень жестоких вооруженных. Есть ли шанс, что у нас такое повторить? Я не пророк. Спасибо. Я не пророк. Вопрос тяжелейший. Очень надеюсь... Ну, первое, история ничему не учит. Вы это знаете не хуже меня. Второе, мы все-таки люди 21 века. Градус агрессии, градус охвата национализмом, пассивная ксенофобия, очень широкая, но активно, брать орудия чего-то там и идти резать. Ну, честное слово, я надеюсь, что мы уже более цивилизованы. Но я только надеюсь, понимаете, что это 21 век, что мы все имеем какое-то образование, и мы не такая толпа, которая пойдет громить. Погром в 21 веке это что-то безумное. Вот только на это надежда. Давайте еще послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Андрей, меня зовут. Да, Андрей. Вы знаете, я вот хотел вашу визове спросить. Но вы в эфире, говорите быстрее. Да, скажите, пожалуйста. Вот Ольга, по-моему, ее зовут, да? Наталья. Наталья. Наталья, вы говорите, я правильно вас понимаю, что точка зрения вас, как социолога, если мне там еще кому-то, еще, еще кому-то раздать какие-то там бумажки, да, я в данном случае имею в виду наш россиянский паспорт, то это будет делать нас некой общностью под названием нация. Нет, это процесс. Он идет очень долго. Процесс формирования гражданской нации занимает сотню лет, потому что люди научаются жить вместе, научаются соблюдать законы своей страны, научаются требовать от властей адекватного тоже управленческого поведения. Гражданская нация во Франции формировалась очень долго. От сословий, потом к ней добавились мигранты, они с трудом переплавлялись в эту гражданскую нацию. Этот процесс начался в первой половине 19 века, и в общем-то он не везде еще завершился. Это долгий, тяжелый процесс. У нас он по факту, только, вы знаете, мы отстали в данном случае лет на 150, поэтому у нас впереди еще очень долгий и тяжелый путь формирования гражданской нации. она будет все равно, когда мы начнем ощущать себя гражданами своей страны. Но это, скорее всего, будут наши внуки. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло. Да, в эфире. Меня зовут Александр. Мне очень понравился Наталью, действительно, замечательный человек, знающий. Но я не согласен в одном. Франция, Англия, да, может быть, какие-то другие страны, это все-таки все законопослушные страны, где во главе угла стоит закон. Пока наше государство не поставит во главу угла закон, пока правоохранительные органы, органы социальные не начнут нормально работать, мы будем получать то, что сейчас есть. ненависть, расизм, и т.д. и т.п. Вот. И я, честно говоря, боюсь того, что градус действительно дошел до предела, вот, и будет, ну, я боюсь этого слова между... Нет, нет, вот здесь я впервые, наверное, предмодерацию включу. Вот не договаривайте вы. Вот понимаете, вы боитесь. Это принципиальный момент. Но вот всю программу госпожа Забаревича предлагала одно, главное, градус, давайте снизим. И главное второе. Давайте первое, давайте снизим градус. И второе, давайте поймем, очень жесткую, тяжелую вещь. Власть не поменяется, пока не начнем меняться мы. Пока мы в своих житейских практиках не начнем действовать так, как хотели бы, чтобы по отношению к нам действовали другие. Пока мы не будем начинать с примирительных интонаций, с вежливых уговоров, с вежливых объяснений. Не все, не все на всех подействуют. Но пока не поменяемся мы, страна и эта, власть не поменяется. Вот давайте придем к этому очень четкому пониманию. На блюдечке с голубой каемочкой никто, никому ничего не выкатит. Мы все переживаем за каждого из нас. Мы переживаем за Россию. И вот те патриоты, кто задумывается реально над вопросами, а не пытается разместить или разменять этот мир на белых и черных. Так не бывает. Мир состоит из полутонов. Спасибо всем. Наталья Зубаревич. Реальное время. Финал. Финал. Финал.